Теперь говори всем привет! Наш канал... Как называется? Хуторянка. Да? Да. А где Хуторянка? Тут живут. И куда собираются эти Хуторяне? Садики в школу. А еще куда? Папа куда? На работу. На работу. Еще один Хуторянин. Я снимаю. Ты поправь, пойди перед зеркалом, воротничок, хорошо? Да. Да не ты, Антон Сергеевич. Так, ну что, все как всегда. Проснулись, улыбнулись, всех проводили. Сейчас буду закладывать стирку. Вот я немного голову помыла, немножко подкрасилась. Теперь красавицу могу стирать. Порошок у нас сейчас лоск. Не знаю, для меня они все примерно, знаете, на одно лицо. Так, здесь получается примерно 50 грамм порошка. И все, сейчас все включу. И красота на час. Угу, час на три. Добавляем дополнительное полоскание. И включаю. Сейчас на обед буду готовить рыбку. У нас там и галушек немного есть, и еще немножечко пюре. Но приготовлю рыбку. Это минтай или хек, что-то такое. Хочу с томатом потушить. Все, как мы любим. С морковкой, с луком и с томатом. Такая вот у меня уже рыбка подготовлена. Я ее посолила, поперчила, помыла, соответственно, заранее. Порезала, хвосты выкинула. Лимонный сок добавила. И сейчас вот это все буду обваливать в муке и обжаривать. Могу сказать, что сковородка просто супер. Вот фирму не знаю. Здесь ее нигде нет. То есть, так как мы выкинули этикетку. То есть, Тефаль прям брендированная. То есть, ее без этикетки понятно, что это Тефаль. Какая-то, не знаю, 1800 в магнит-косметике. Стоила без крышки. Крышка у нас дома такого размера есть. Поэтому, в общем, сковородка огонь просто. Так. Рыбку я уже обжарила. Я ее достаю. И сейчас здесь делаю поджарку. Здесь лук и морковка. И добавлю потом томатик. И опять в конце. Гриша будет на обед. Галушки выбрал. Я уже обедаю. Здесь рис отварной. И рыбка с подливкой. С томатом. Григорий здесь английский продолжается. А ты за Антошу или сейчас поедешь? Папа поедет. Или я с тобой? Папа поедет. Все, я пообедала. Главное, выпить кофе именно с вот такой вот чашечки из Икея. Потому что, не знаю почему, но для меня чашки это какая-то особая магия, которая мне поднимает настроение. Если вот эта вот кружечка в посудомойке моется, и я с нее не пью утром, то быстрее жду времени, когда все домоется. Пью обязательно с нее кофе с молоком. Это моя любовь. И детям, кстати, в школе дают очень вкусное молоко. Оно нас очень выручает, когда дома заканчиваются обычные пакеты. А там молоко 3,2%. Поэтому оно, естественно, в кофе очень вкусно проявляется, чем 2,5% обычное. 12 часов. Жду. Сейчас сижу, не привезет Антоху. Буду их кормить. Собирать Гришку. Везти его в школу. Вот. Ему в 12.55. А завтра ему пораньше, потому что урок мужества будет. Поэтому завтра в 12.25 мы на уроке. Хотела еще сказать, кстати, про рис, что очень классный способ варить рис. Его мы подсмотрели, я уже говорила, вот, школа сушиста на YouTube есть канал. И там рис в домашних условиях для суши. Но он очень вкусный. И даже вот так вот к рыбе, к мясу просто. Это полкилограмма риса, то есть 500 грамм риса промыть, 550 грамм воды. Поставить на огонь, как только закипит, под крышку. Как только закипит, огонь прикрутить до минимума. Ну, чтобы кипело в любом случае. Вот. Ставить таймер на 15 минут. Это все кипит 15 минут. Потом газ выключать. Быстренько поднять крышку, быстро накрыть полотенцем. И быстренько закрыть крышку, то есть сверху полотенца. И вот так вот еще подождать минут 15. И рис, если честно, очень вкусный. Он вот вроде бы и рассыпчатый, но при этом не разваливается. Именно все равно держит форму. В общем, здоровский рис. Здоровский способ, если будете готовить. Я раньше рис как гарнир не понимала. Ну, только как плов, да, и все. И рисовую кашу молочную у нас никто не ест. Но сейчас мы прям полюбили рис с рыбой. Вот если рыба вот с такой вот подливкой, то очень вкусно. Поэтому, если что, то попробуйте тоже. Надеюсь, что вашей семье понравится. Дети, например, рыбу не едят, но они любят рис и просто подливку поливать. Вот здесь, возле нашего дома, ну, когда мы там гуляли, тут какая-то тетка была. Да, мы вон там еще, да, ну, где копы рыли. Ну, помнишь? Ты не видела? Не видела, да. Короче, там ты тогда с пряньки в таксофоне. Там одна тетка, ну, короче, ее, ну, она посадила, или кто там, или ее ребенка, короче, за руль, ну, как меня папа. Она села, как-то, как осторжала машину, как поехала. Она такая, бежит, со дверь держится. Да, я помню. Помнишь? Так ботинки сейчас тебе папа принесет. Ну, тогда все так хорошо. Смотрите, какое у нас сегодня солнце, как будто весна уже. Представляете? Плюс шесть, плюс семь примерно показывает. Отвезла Антоху на танцы. Я теперь скрещиваю пальцы, потому что он сказал, мне стали нравиться танцы. Немножко, мама, только немножко. В любом случае, для меня это очень большое счастье. Убежаю эту песню. Это вообще просто суперпесня, а клип такой клевый. Я не знаю, вы видели на Мус-ТВ. Сейчас дослушиваю песню и буду убирать в машине. Потому что у меня тут куча, куча всего, и тут куча всего. И сзади, в общем, везде. Много, много, много разных вещей. Тут куча всего нужно выкинуть. Буду этим сейчас заниматься. Штуки раздавали нам, но мы так и не поехали. Музей, восстание машин, в общем, было. Ехать неудобно было в Мегу, потому что там как раз ремонт дороги был, в общем, в объезд не очень удобно. Вот тут сейчас все в мусорку, Афонькин подарок. А это я складываю все в коробочку. Это что значит? Я дед малюс. Ты дед малюс? Угу. Да, тату, а сейчас я тебе покажу. Сейчас еще я такой буду, как силипанка. А вот так вот, а ничего. Сейчас еще. Да? Угу. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok